Много долгих недель до новых схваток. Но узнаете ли вы старых знакомых? Олег Базилевич, Иосиф Саба, Виктор Серебренников, Андрей Биба, Василий Турянчик, Владимир Щегольков. Лыжи? Зачем? От длинного скользящего шага приходит длинное дыхание. Не утратил ли мастер силы удара? Ну-ка, ударьте покрепче. 700 килограммов. Главным действующим лицом становится мяч, пока еще не послушный и коварный. И потому появляется странный волейбол, где играют только головой. И еще более странный теннис. И, наконец, чисто цирковые номера. Зачем? Они дают тонкое чувство мяча. Это и есть ювелирная часть программы. Иначе гола может и не быть. Уже давно исчезли последние граммы лишнего веса. Окрепли мышцы. Фигуры стали сухими поджарами. Движения легкими и складными. Но это только черновые наброски будущего гола. Первый выход на поле. Под ногами знакомая травяная площадка. С первыми заданиями приходят и первые сложности. После зала приходится привыкать заново. Даже футбольный бой с тенью, обводка воображаемого противника, идет пока не очень складно. Вспомни, Олег, свой коронный финт. Покажи влево. Уходи вправо. Прочерчиваются первые зигзаги комбинации. Появляются первые ростки взаимопонимания. А вот и гол. Особой красоты в нем нет. Но и этот заморашка нужен. Иначе не будет забит тот. Красивый. Призовой. Сейчас на занятиях вырабатываются футбольные полуфабрикаты. Игровые связи, общий язык, ритм. Синхронность мышления и действий. Они создают почерк команды, ее стиль, игровое лицо. Можно ли увеличить нагрузку? Стоит ли? На этот вопрос отвечает физиологическая проба. Объективные показатели изменений пульса и кровяного давления. Тренер не жалеет времени для вратаря Банникова. Как пианисты, мастера футбола упражняются каждый день. Каждый день проигрывают свои гаммы. Нападающие стараются как можно лучше замаскировать пас. Иначе гола не забьет. Можно ли взять пенальти? Это дуэль нервов. Форвард пытается скрыть свои намерения. Вратарь открывает правый угол. Попадет ли нападающий в ловушку? Попался. Можно ли направить мяч в ворота, если они закрыты живой стеной? Можно. Крученным ударом, сухим листом. Канун решающего матча. Разбор действий противника, характеристика соперников, план игры, личные задания. Ни им, ни нам ничья не нужна. Думаю, что они попытаются ошеломить нас, броситься на штурм. Вы знаете их сила края. Надо сразу сбить атакующий пыл. Чем? Непрерывными угрозами. Поменьше мелкого паса. Забрал мяч. Бросай нападающего в прорыв. Это относится и к защитникам. Пусть ребята вовремя открываются. Надо закрыть их диспетчера Федорова. Это сделает Иосиф Сабов. А мы ему поможем. Атаковать краями, поближе к боковой линии, растягивая защиту. Базиревич действует индивидуально. Главное направление атаки – левый фланг. Здесь защитник послабее. Виктор, что скажешь? Мы будем взаимодействовать с Бибой так. Игра в стенку и длинный рывок. Бить поворотом со всех позиций. План дан. Задания ясны. В бой. Игра в стенку и длинный рывок. Игра в стенку и длинный рывок.